привет я и подписчики сегодня преддверимого дня рождения 4 февраля 2023 года в этом возрасте крайне рыбалка следующий рыбалки уже куда старше на год но так конечно так по идее ничего не поменялся чем и сегодня ловим с сыном снега выпало так не сказать сколько много снега уборщик сломался поэтому пока не почистили значит собираемся что тоже 1 хочу хочется 3 готов все вперед нам них восстанет шеи в общем принял решение что не поедем по на дальний яму где я всегда ловлю а тут поближе деревня ты недалеко от деревни отъехал тут у нас есть 10 метровая яма на час она поменьше вот на программке вот так вот мы попробуем переместиться нам нужно переместиться то где это мы стоим уже здесь вот мы наверное будем сейчас начиная отсюда вот мы стоим туда будем искать свал и на прям на мелкой глубине вот так уплыем оставить жерлицы я сейчас я попробую андрей будет стоять жерлицы я вам покажу как а я попробую переделать жерлицы на судака вот единственное что я не взял тюрьку но я принципе пока андрей все тут делает я за тюрькой могу съездить домой вот и попробовать поставить если но надо сначала проверить если течение если течение нет туда вообще бессмысленно я сначала попробую на vip посмотрю какое течение как она здесь и если что пока андрей ставит щучьей жерлицы я сгоняю тюрьку возьму хотя бы там пяток жерлиц переделаю посмотрю тоже очень хочется здесь ловить судака не только на vip еще и наживаются все смотрите не забывайте подписываться на телеграм-канал на дзен все там там я постоянно какая-то информация выкладывая все продолжаем вот мы поставим с правой стороны он перейдем на тот свал до биржа сейчас я здесь прислуживаю сразу просмотрю зубину не да очень много выпало такие рыбалки конечно то лед голый вода то у нас снег целый куча хорошо лед толстый и не выдавливает воду так ну что сейчас я уже не делаю так как раньше я уже поставлю жерлицу и засыплю снежком то есть когда это делал сейчас снега много ставится жерлица засыпается снежком и она ночью морозик будет небольшой ничего замер так смотрим глубину такая здесь я уже холод повесим чтобы нам определить глубину и понять что здесь происходит так единичка да то глубина меньше метра но тут отсюда начнем здесь понятно самый раз для жерлиц щука и сюда то не уходит вот такой вот и туда вот мы здесь да и получается вот сюда вот на зайдем на сама русло как только глубина пойдет вот так вот треугольничком 10 штучек поставим вот и потом перейдем вот на этот край вот здесь поставим посмотрим что здесь вот много всяких разных коряжек интересных мест вот тут вообще он корешки можно около них поставить все начинаем вот и буквально отошел чуть-чуть сторонку чтобы понимание было все скажу тут 214 как раз свал он андрюха жертва ставит то есть вот там метр там 80 сантиметров а здесь уже два то есть как раз около свала а вот 4 лунка тут 4 метра отошел вообще то есть вот 3 вот 4 андрюха делает получается если берем то вот так русло идет оттуда сюда мы здесь тоже поставим значит вот вот отсюда мы начали видно пунктиры вот так поставили то есть тут получается 4 метра 4 метр вот сейчас мы здесь вот так-то зигзагом и переезжаем на эту сторону и будем ставить здесь коряжки даже немножко чуть-чуть вот если так смотреть туда ну короче чё снег выпало от солнца нас геморрой начался вот хотел переехать снег выкинул из-под гусеница и все и не могу выехать еще пришлось расцеплять прицеп выезжать опять разворачивать прицеп и сейчас буду пробовать надеюсь получится но уже по своему следу в принципе я принял и так наверно надо делать развернулся по своему следу выставил и потом уже трогать 250 свал вообще здорово здесь 250 мы сейчас по этой глубине так пойдем туда 6 железь еще поставим сортуем андрюхи а ломки приготовил еще 6 мы поставим по этому свалу у нас там потому свалу стоят от метра до 4 здесь я немножко ушел в пять метров ближе к яме и у меня вот эта ломка 4 вот опять по 3 вот дальше идет 2 где андрюхи оставит один и там он поставил на 2 ну просто все глубины взяли будем смотреть здесь еще переставим у нас по идее сегодня один день завтра есть только снимать с утра потому что завтра день рождения мой сейчас покажу как я хочу сделать вот у меня жирится значит а сейчас кембрик тут сдвину да чтобы в камеру попадала то есть у меня вот крючок на судака леска и грузья сейчас крючок этот отрываю здесь все вот он крючок я его оторвал у меня остается здесь кембрик вот кембрик сейчас чтобы видно было на жирится так возьму вот вот у меня кембрик значит я для того чтобы грузил у меня было внизу я вместе с кембриком вообще вот так беру и просто его привязываю просто привязывая все она у меня будет не плавающий то есть это жирится было сделано моим отцом для ловли на сильном течении на реке волги это город тверь и там ниже от твери там да и до конакова вот поэтому я это все сейчас переделаю под озеро волгу вот я привязал груз значит здесь мы делаем петельку вот такую вот петельку повыше 20 сантиметров петельку мы делаем я делаю петельку вы месяца на такую получается петелька не затягиваем ее эту петельку вот она то есть остается так вот сейчас покажу дальше у меня есть но 64 но я возьму 04 сюда поводок так как это снасть на судака вот значит беру поводок ну длины небольшой отрезаем далее вот эта петелька которая у меня есть на вот она петелька я я ставлю сюда леску вверх вот так вверх она будет то есть сейчас объясню для чего и делаю узел здесь узел ну как мы крючки завязываем такой же я узел здесь делал и сделаю узелочек затянем этот узелок все есть и затянем петельку вот так и у меня получается когда у меня основная леска у меня вот этот сам как сказать то поводок он у меня идет как бы вверх но он у меня вот у меня вот видно что флюрокарбон отходит в бок да вот то есть у меня получается малек вот здесь он будет на течение так болтаться вот этот как называется тюлька на вот здесь будет на течение на груз я на дно нашел и у здесь будет тюлька то есть вот так она будет ну я так понимаю что она будет так болтаться попробуем так сделать все и если что-то получится я сейчас привяжу крючок и за съезжу за тюлькой поставлю там штучек 5 на тюльку и посмотрим будут поклевки или нет уже четыре сделал сейчас пятую сделала чё кушать будет у нас в общем все что на завтрак не съели да а эти жарятся на щуку 16 штук пока молчат это затишье перед гури спали перекусим поставили перекус делаем сейчас маша говорит что мы с тобой с тобой ничего не взяли с собой но поеду сейчас за тюлькой и там заберу чем нам хотел дать наверное рыба у нас ничего не клюнуло наверное рыба нам нарезала икры маша нормально все понимает я и говорю рыбу на рыбалку не беру поставлю жир лица на судака 5 штучка то что это сделал переделал попробуем так получается теперь грузил здесь поводок и он на течение как будто рация но все одни и оставляем все отлично так сейчас пять штук поставлю и буду сандух и ловит судака на вип ночью здесь я поставил 5 жир лиц на судака то что переделал и мы сейчас андрюху поедем на дальнюю яму где всегда ловил судака просто решили здесь поближе попробовать но здесь вообще глушняк ну на обратном пути заедем посмотрим что у нас жир лицами так отдыхаем отлично значит приехали мы на другое место вот если судаку да здесь сейчас раз сверлимся андрюх сейчас начинает я подхвачу здесь какие тут лунки пробырну но мне кажется это не сегодняшний не сегодняшний а так вот три рыбака там сидят ловит все все вот здесь сверлил в любом месте ну начинаем в общем ловим и андрюхи отдал свою удочку а вот взял вот это у меня была еще до той ловил на это это w ice к 60 60 сантиметров неплохая лодочка единственное от кивок чуть с кивком нет ник не очень катушка здесь вообще как примитивная неудобно уже когда привыкаешь хорош катушки конечно уже нас такими катушками некомфортно ловить не знаю вообще что-то рыба замерзла снежок ее придавил что же не знаю вообще никто льет подходов нет жир лица молчат ну продолжим ловить посмотрим приехали мы сегодня уже домой сейчас он не согуляю в общем красотища ветра нету машинка идет там вообще красотища рыба не клюет оставил жир лица на ночь но надеюсь завтра мой день рождения будет что-то так а так не подходов на вип ни одной поклёвки нажирается нормально все погуляли сына получил сегодня целый день учил его как ловить навибы с охолотом так что все продуктивно все отлично всегда все что мы делаем должно быть зачет до завтра потратим рождения не буду чувствует что у меня так время подарочков маш я подарю вот ваши подарки подарочки подарить себе подарочки это подарочки от мамы с лёшей а там подарочек от нас андрея сейчас я буду модным парнем о кайф цвет шикарный ну это бомба вообще просто лёгенькая там нету всех документов почему приехали глянуть на наших жерлица вот такая жерлица подъем на что-то тут все накрутилось коррекцию там рыбы нет вот на судака проехали нет и вот эти стоят но так вот глухозиме не знаю вдалеке там есть что-то нет посмотрим подъедем так посмотрите ребят какая ситуация вот это то что я переделал да я снимаю ну конечно поклевок никаких ну какие тут нафиг поклевки будут течение сильный прет вот поводок я сделал длинный значит не надо делать такой клин длинный потому что вот на рыбке тоже на штана лежала на дне следующий раз делаю коротенький поводок чтоб он был выше грузила и продолжу эксперимент так все сделано хорошо как мне сказал олег вот то есть у меня получается вот у меня получается то тут сверху вот сколько грязи на вот и рыба то поэтому не клюет потому что течение сильный прет поднимает мой тут же не песок как на волге вот тут же получается такое или стоит но и мусит упрет поднимается даже в видеокамеру смотришь когда подводную не видеокамеру в подводную камеру смотришь там невозможно не видно никакой рыбы рыбу видно только вот когда заезжаешь там на корежных два метра там течение нету там посветлее водичка там видно коней в этом году я на окуне не ездил потому что мало воды а так когда поеду за кунями может быть и съезжу посмотрю потому что подводный мир поснимать тоже хочется так что так по этим понятно все так что ребят скажу такое вещь в общем он осталось три штучки значит я снял жерлица на судака все в тени все валу и рыбка и груз я думаю что not при такой обстановке никаких рыб не клюнет не судак никто там не налим вот давид сильное течение вот здесь вот в этом месте точно больше ставить не буду надо ехать на каменную гряду где может быть поменьше муче там и он не поднимается и вполне возможно что там получше будет но это надо ехать экспериментировать пробовать все посмотрим сейчас вытащить все посмотрим кто-то много травы нет ох ты сколько травы вот поэтому они бьют все в траве да его надо разбить а этот можно зубами и обычно так разгрызаю травяная травяная льдинка она растает о вот это да и тут трава тоже ну конечно как рыба да на день рождения мне сюрпризы не было но ничего страшного и до этого много поймал потом поймаю все дело в том что мы отдыхаем на льду сейчас на льду потом на лодке либо на резиновой лодке либо на береге все что происходит здесь все жизни не идет мы это знаем и получаем удовольствие главный процесс этот магазин стоял покупал живца когда вот ему продавщица говорит парня говорит ну чего там да на вот что там ловите не ловить он говорит да мы еще там не дайте мне мотыля я пойду мне так мне ради процесса ради удовольствия мне это рыба не нужно наверное многие так большинство так говорят кому-то конечно надо поймать и принести домой пожарить покушать и но и я иногда беру тоже так чаще выпускаю а кто-то вот так же когда мне процесс начать рыбка вчера значит андрюха обучал ловить с практиком вот он ну понравилось выходов не было ну и там вот мы ездили на яму тоже выходов не было может быть из-за того что течка такая сильная и но андрюха немножко под научился все знает надо второй практик не покупать и когда будем съездить на рыбалку вот он будет приобщаться кайфовать потому что когда выход судака вообще конечно здорово прям как он поднимается клюет баглевка я все в прошлых видео показывала да вообще кайф снега много выпало почему погода конечно тут то вот теперь два или три раза вот теперь было были сильные морозы сейчас вот такой снег выпал прям полноценная зима ну ладно дорогие друзья и подписчики поздравляйте с днем рождения меня видео выйдет позже но все равно пишите подписывайтесь на телеграм на мой я там всякие выкладываю прямо ежесекундно что-то происходит там рыб поймал еще что-то на эту сразу выкладываю поэтому информация по водоему там кому интересно вот я туда выкладываю дзен я дублирую все записи потому что когда-то когда у меня будет там много подписчиков я уйду вообще на дзен не буду поддерживать это американскую эту площадку посмотрим а может быть и буду пока не буду дальше смотреть потому что много рыбаков вот которые снимают видео то что до выкладывать политика это не для нас мы ловим рыбу получаем счастье снимаем видео вот говорим даем счастье другим показываем видео чтобы люди отвлекались от всех процессов которые происходят негативных процессов все положительные процессы конечно приносит счастье и радость какой-то эмоции все давайте всем рыбакам как я говорю не хвоста не чешуи и вот и рыбакам и остальные всем ребятам девчатам парням мужчинам женщинам старикам пенсионерам бабушкам дедушкам детям всем счастья здоровья и любви все до новых встреч и и и и и и и